Ребятки, всем привет! Я нахожусь сейчас на работе, как вы можете видеть по заднему антуражу. И находясь на работе, я периодически встречаю... Это очередной влог-блог, где я просто переплю языком, как вы это любите. Находясь на работе, периодически встречаю людей, и сегодня было, в общем-то, оба из этих случаев. Крис Проверк, кстати, пришло уведомление, что по виду что-то произошло. Сегодня было два этих случая, о которых я хотел вам рассказать. Первый случай – это люди, которые покупают восстановленные пятески или шестерки. Даже не в магазинах каких-то гарантий или еще что-то, а покупают их в ломбардах. Чувак, короче, был в ломбарде себе пятеску, просто в дрова восстановленную. Там экран, знаете, слой жира был. Как, знаете, борщ варят, и вот есть слой жира. Вот также на экране остался слой жира от предыдущего владельца за 7 тысяч. Пятеску, восстановленную в дрова, без каких-либо гарантий. Я у него спросил, есть какие-то гарантии? Никаких гарантий за 7 тысяч. И она, ну, убитая вся. И он у нее купил чехол какой-то за 500 рублей, iCloud. У нас есть услуга по созданию Apple ID для тех, кто не может. И вот Apple ID 1000 рублей ему создали. Это, конечно, ну, рассчитано на тех, кто не может, не умеет, но люди приходят делать. Одобрили? Вот. А видно, вам еще нервотрепить. Вот. Суть следующая. Это я так поработаю. Эти люди приходят с этими установленными 5S-ками, с 6-ками и что-то с ними еще делают. Или ремонтируют. То есть, они тратят на них 7 тысяч. Еще что-то с ними делают на пару тысяч. И получается у них в сумме, ну, десятка, а может быть и больше. Я просто не понимаю, зачем вы это делаете. Если вам хочется. А по парню видно, что, ну, у него как будто, знаете, ну, можно понять. Ему 20 лет и можно понять в плане того, что я тоже в 20 лет мечтал об iPhone. Но, блин, тратить последние деньги и покупать хлам, мне кажется, смысла мало. Ну, это просто надо думать головой и, может быть, это придется опытом. Ладно. Но совет таким, вот если вдруг кто-то такой смотрит, возьмите себе, пожалуйста, Xiaomi 4X. Xiaomi Redmi 4X. Это не пиар, не реклама, это просто, блин, за эти бабки берите новый Xiaomi Redmi 4X. Я даже маме такой купил полгода назад. Вообще супер. 4000 мАч батарея, две сим-карты. Да, это не iPhone, да, он Android, да, он китайский Android. Но он работает стабильно, в нем работают Яндекс, навигатор, банки, социальные сети. И все у него ништяк. Это первый тип людей, которых я не понимаю. И совет тут, наверное, один, не делать так и покупать. Ну, или искать хотя бы на авито с помощью того, кто знает новый телефон. Не новый, а вот, ну, который покупался новый и без проблем. Или покупайте эти официально установленные телефоны. Я не знаю, но не покупайте. Тем более в ломбарде. И второй тип людей, это прям может быть даже тема для отдельного видео. Суть какая? Приходят люди и говорят, дайте мне iPhone 7. iPhone 7. На 256. Просто вздумайтесь в это, да? iPhone 7. Ну, ладно, мы их отговариваем, что им, говорим, что 256 не нужно. Возьмите там на 32 или все-таки восьмерку. И они говорят, ну, ладно, если нет 256, а их сейчас не упускают, давайте мне на 128. И им говорят, так, стоп. Смотрите, вы хотите взять, ну, 7, 7+, без разницы. Вы хотите взять iPhone 7 Plus. У меня красный цвет, потому что у нас только такая коробка. А вы хотите взять iPhone 7 Plus на 128 гигов за, ну, допустим, сколько там он стоит? 49 990. Но есть iPhone 8 Plus на 64 гигабайта. И он стоит всего на полторы тысячи дороже. То есть 51 500 – это 49 900. Там полторы-две тысячи разницы. Им говоришь, это не такая большая разница в монетках, чтобы не дополучить тот функционал и тот запас прочности в плане поддержки iOS, который заложен сюда. Все-таки между ними больше года. И он стеклянный, он красивее просто. Да, как бы, вот. Но они говорят, что, блин, да на две тысячи дороже и плюс меньше памяти. И тут ты начинаешь рассказывать вот эту фигню про хейтс и хейв. Это форматы конвертации изображений, короче. Когда ты делаешь ее на iPhone, она мало весит. А если ты ее перекидываешь на Windows или на старую версию Mac, она расширяется до JPEG и становится весить там в три раза больше. Рассказываешь всю эту историю, они такие просто, у них как бум на голову. Они просто не понимают вообще, зачем ты это все рассказал, как это вообще все работает. И все-таки некоторых удается убедить, что надо брать все-таки восьмерку или восемь плюс. А некоторые, в основном, идут на таран и говорят семь, семь, семь. И еще есть аргументация в пользу семерки, что корпус типа металлический. Типа они будут меньше биться. Но по факту, когда же телефон падает на гранди, что там металл, что там металл. Он вминается в дисплей. И если ты разбил дисплей и заднее стекло или просто дисплей, мне кажется, особо разницы нет. Если телефон на гарантии, ты взялся, что идешь в Apple, платишь какую-то сумму и меняешь его. То есть тут такое все, непонятно. В общем, этих людей я тоже в крайне не понимаю. Потому что можно покупать... Ну, это вот просто совет. Не берите семь плюс и семь на сто двадцать восемь. Берите восемь и восемь плюс на шестьдесят четыре. Это более разумно. Разумно. Это ролик разума. Это ролик, который должен ставить свою задачу людям, людей натолкнуть на более, как сказать, на более правильные действия. Потому что что покупать те ломбарные или восстановленные телефоны, что покупать вот это вместо этого, это мне кажется не разумно. Все. Закрыли эту тему. А теперь хотел бы рассказать о людях. Не о людях, а о чуваке, который сегодня приходил ко мне. Это подписчик с канала. Он пришел себе, взял уах чехол, наклеил себе вот это маколе стекло. То есть у него стяк. И этот парень мне рассказал следующую историю. Он привез, или там его родители привезли из Эмиратов на старте продаж айфон 10. И у него, как у Гордея, случилась проблема, что перестали работать кнопки. То есть ты просто нажимаешь на кнопки громкости или эту. Power. И она не выполняет свои функции. Еще был такой момент, что как будто бы постоянно была зажата кнопка громкости. И постоянно был значок увеличения этой громкости. Он никуда увеличился. Вот. И, короче, чувак пришел и рассказал такую историю. Он отвез его в Polyford, наш авторизованный сервисный центр. И ему через 4 дня выдали новый телефон. Но самое интересное в этом что? Что дубайские аппараты изначально, у них там, по религиозным соображениям, отключен заводом, изготовителем Apple, там, безобразные аппараты, отключен заводом-изготовителем FaceTime. И прикол в том, что ему в самарском сервисном центре выдали телефон подменный айфон 10, который, как бы, типа Ростест вот этот, да, для рынка России. И там FaceTime работает. Ну вот. Это просто интересная такая заметка. Кто будет в Дубае, можете там, в принципе, покупать аппараты, если вам FaceTime не важно. Но если вдруг что случится, то этот телефон вы можете обменять. Вот. Ну, вроде все. Выговорился. Все, что было в голове. Может быть, еще что-нибудь расскажу. Кстати, насчет десяточки, ой, чуть не уронил, которые я пользуюсь. Помните, может быть, у меня было в одном видео, где у меня была матовая пленочка наклеена. Сейчас, поскольку я установился, вот этот бампер и нашил, про который я снял там двадцать пятьминутный обзор. Да, на сраный бампер, на просто кусок резины я снял двадцать пять минут разговора. Ну, бывает такое. Но там есть ретро-вставки. Надеюсь, было интересно это посмотреть, конечно. Суть в том, что в него в комплекте лежала пленка, и она, как я говорил, такую, знаете, структуру, как будто под дерево мне сначала показалось. Но потом, когда я установил, я понял, что эта структура не под дерево, а под какой-то такой, знаете, шлифованно-полированной алюминий-тересталь. Вот примерно так она выглядит. Я не знаю, насколько хорошо передаст ее камера FaceTime iMac, но... Ну, вот-вот-вот, наверное. Вот, наверное, так выглядит. Вот видите? Как будто бы у меня задняя крышка стальная. И главный плюс вот этого всего, то, что, да, задница десятки у меня не будет царапаться, но еще самый главный плюс, что она не будет пачкаться. Потому что вот эти три дня я ходил без этой пленки матовой, от Маколи в комплекте, которая была, и у меня прям вот это вот была проблема, то, что постоянно у меня эта задница была грязная, в четких пальцах, как ты их не моешь, руки. Представляете, чтобы телефон был симпатичный, выглядел, я постоянно приходилось протирать. А теперь ты вот лапой-не лапой, да, но никаких следов. Ну, просто как-то это эстетичнее все выглядит. Но вот рамка непроклеенного стекла между пленкой и чехлом присутствует. Это, конечно, такое себе. Ну, а спереди у меня все то же самое стекло. Вот, ладно, вроде я... Вроде я все высказал, что думаю. А, еще интересного, из интересного. У нас в магазине сейчас AirPods, по-моему, по максимально низкой цене, которые были 10... 400 можно купить AirPods на беспроводные наложники. Вот, и из интересных предложений еще... Ну, еще дешевые свежки, по 17 тысяч. Вот. Поэтому, если вдруг вы сама рыли рядом, приходите. Буду рад вас встретить. Кстати, много подписчиков приходит с YouTube прямо в магазин, чтобы что-то... Причем, кстати, что-то купить. В основном технику, конечно, покупать. Вот. Вот так вот. Ладно, ребятки. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал и пишите в комментариях под этим видео, чтобы вам хотелось услышать вот в следующем подобном видео, где я буду просто разговаривать. Все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok